Настаивает на том, что это был Дан Боффенберг, но все-таки он просто был рядом. В любом случае это автогол. Может быть и хорошо, что сталкивается и Фейнор, и наш Федор Смолов с трудными такими испытаниями на старте. Может быть важно вначале закалиться, чтобы потом как-то все было проще. Не вижу я в этом никакой трагедии для Смолова. Не забил два тура. Ну что ж, смотрите, кто здесь забил. Центральный защитник забил и автогол. А вот еще один мяч. 2-2. 77-я минута. И это маленький, вроде бы не очень приметный, но если не считать его светлую шевелюру, Данна Боффенберг. Три мяча головой из четырех. И после стандартов. Но все-таки сделал свое дело Голдей. Столько подавал он сегодня в матче. Да, классно притаился Боффенберг. Вообще, если поставь перед нами всех футболистов-эксессера и спроси, а кто из них хорошо играет головой. Вот я думаю, Боффенберг мы назовем в самую последнюю очередь. А он взял и забил. Да, не очень долго музыка играла для Фейнорда. Ну и надо сказать, Фейнорд сегодня не играет на победу. То есть он играет для себя на победу, но... Мы понимаем, что качество этого футбола победным амбициям не соответствует никоим образом. Замен больше нет у Марио Бенна. Надо играть тем, кто действует на поле. Субтитры сделал DimaTorzok